Здравствуйте, дорогие друзья! Дорога, ночь, я бил целую ночь. У меня еще не сильно холодно для того, чтобы идти и слушать книгу «Красное и черное» автора Стэнда. 19 века, к тому же. Такие книги сейчас нигде не сыщешь, поэтому я начинаю прослушивать и наслаждаться своим походом по делам. Рательное сродство. Они не способны тронуть сердце, не причинив ему боль. Современный автор. Дети обожали его. Он не питал к ним никакой любви. Мысли его были далеко от них. Что бы ни проделывали малыши, он никогда не терял терпение. Холодный, справедливый, бесстрастный, но тем не менее любимый. Ибо его появление все же как-то рассеяло скуку в доме. Он был хорошим воспитателем. Сам же он испытывал лишь ненависть и отвращение к этому высшему свету, куда он был допущен. Правда, допущен только к самому краюшку стола, чем, быть может, и объяснялись его ненависть и отвращение. Иногда, сидя за столом во время какого-нибудь званого обеда, он едва сдерживал свою ненависть ко всему, что его окружало. Как-то раз в праздник святого Людовика, слушая за столом разглагольствование господина Вально, Жюльен чуть было не выдал с себя. Он убежал в сад под предлогом, что ему надо взглянуть на детей. «Какое восхваление честности!» – мысленно восклицал он. «Можно подумать, что это единственный добродетель в мире. А в то же время какое низкопоклонство, какое присмыкательство перед человеком, который уж наверняка удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как распоряжается имуществом бедняков, готов биться об заклад, что он наживается даже на тех средствах, который отпускает казна на этих несчастных подкидышей, чья бедность поистине должна быть священной и неприкосновенной. Ах, чудовище, чудовище! Ведь и сам-то я, да, я тоже вроде подкидыша. Все меня ненавидят. Отец, братья, вся семья». Незадолго до этого праздника святого Людовика Жюльен, повторяя на память молитвы, прогуливался в небольшой роще, расположенной над аллеей верности, и называвшейся Бельведер, как вдруг на одной глухой тропинке увидел издали своих братьев. Ему не удалось избежать встречи с ними. Его прекрасный черный костюм, весь его чрезвычайно благопристойный вид и то совершенно искреннее презрение, с каким он относился к ним, вызвали такую злобную ненависть у этих грубых мастеровых, что они набросились на него с кулаками и избили так, что он остался лежать без памяти, весь в крови. Госпожа Дреналь, прогуливаясь в обществе господина Вально и помощника префекта, случайно зашла в эту рощу и, увидев Жюльена распростертым на земле, решила, что он убит. Она пришла в такое смятение, что у господина Вально шевельнулось чувство ревности. Но это была преждевременная тревога с его стороны. Жюльен считал госпожу Дреналь красавицей, но ненавидел ее за ее красоту, ведь это было первое препятствие на его пути к преуспеянию, и он чуть было не споткнулся о него. Он всячески избегал разговаривать с ней, чтобы у нее скорее изгладился из памяти тот восторженный порыв, который толкнул его поцеловать у нее руку в первый день. Элиза, горничная госпожи Дреналь, не замедлила влюбиться в юного гувернера. Она постоянно говорила о нем со своей госпожой. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из лакеев. Как-то однажды он услышал, как этот человек упрекал Элизу, «Вы говорить-то со мной больше не желаете, с тех пор, как этот поганый гувернер появился у нас в доме». Жюльен отнюдь не заслуживал подобного эпитета, но будучи красивым юношей, он инстинктивно удвоил заботы о своей наружности. Ненависть господина Вально тоже удвоилась. Он громогласно заявил, что юному аббату не подобает такое кокетство. Жюльен в своем черном долгополом сюртуке был похож на монаха, разве что сутаны не хватало. Госпожа Дреналь заметила, что Жюльен частенько разговаривает с Элизой и дозналась, что причиной тому является крайняя скудость его гардероба. У него было так мало белья, что ему приходилось то и дело отдавать его в стирку. За этими-то маленькими одолжениями он и обращался к Элизе. Эта крайняя бедность, о которой она и не подозревала, растрогала госпожу Дреналь. Ей захотелось сделать ему подарок, но она не решалась. И этот внутренний разлад был первым тяжелым чувством, который причинил ей Жюльен. До сих пор имя Жюльена и ощущение чистой духовной радости сливались для нее воедино. Мучаясь мыслью о бедности Жюльена, госпожа Дреналь однажды сказала мужу, что следовало бы сделать Жюльену подарок, купить ему белье. «Что за глупости?» – отвечал он. «С какой стати делать подарки человеку, которым мы довольны и который нам отлично служит? Вот если бы мы заметили, что он отлынивает от своих обязанностей, тогда бы следовало поощрить его усердию». Госпожа Дреналь показался унизительным такой взгляд на вещи. Однако до появления Жюльена она бы даже не заметила этого. Теперь всякий раз едва только взгляд ее падал на безукоризненно опрятный, хоть и весьма непритязательный костюм юного аббата, у нее невольно мелькала мысль. «Бедный мальчик. Да как же это он хитряется?» И постепенно все то, чего недоставало Жюльену, стало вызывать в ней одну только жалость и отнюдь не коробило ее. Госпожа Дреналь принадлежала… Ну что, в следующей части продолжим прослушивание книги «Красный и черный». Интересная книга, я еще не постригся, я еще снимаю ролики, еще тепло. Это прекрасно. Будьте счастливы! «Красный и черный»